Нет ничего плохого в том, чтобы делать ставки, руководствовать своим мнением. Но эта стратегия не принесет прибыль с долгосрочной перспективой. Если вы серьезно относитесь к ставкам, то вы проанализируете мероприятие и рассчитаете приблизительные коэффициенты, чтобы определить наличие выгодных возможностей. Из этого видео вы узнаете больше о том, как оценивать футбольный матч. Зачем самостоятельно оценивать футбольный матч? Чтобы подобрать выгодную ставку, необходимо сравнивать коэффициенты своего букмекера с более точным, на ваш взгляд, представлением о фактической вероятности события. Если доступные коэффициенты недооценивают шансы определенного исхода мероприятия в сравнении с вашим прогнозом, то эта ставка на этот исход может быть выгодной. Хотя понять эту концепцию несложно, большинству игроков не хватает данных, с которыми можно было бы сравнить коэффициенты букмекеров. Несомненно, сравнение коэффициентов поможет вам выбрать выгодную ставку, но самостоятельно расчет вероятностей – это удел единиц. Большинство людей не понимают, как сложно на самом деле выиграть в ставках. Выгодные возможности не найдутся сразу, как только вы начнете оценивать матчи самостоятельно. Однако, нужно с чего-то начинать. И это определенно поможет вам лучше разбираться в теории вероятности. Когда вы углубите свои знания, получите доступ к более достоверной информации и поэкспериментируйте с различными входными данными и методами оценки, вы сможете находить по-настоящему выгодные возможности для ставок. В этом видео мы рассмотрим пример оценки футбольного матча. Но важно помнить, что вам не обязательно выполнять всю тяжелую работу по оценке рынка самостоятельно. Некоторые решают довериться рынку, используя информацию от коэффициентного букмекера Pinnacle и искать несоответствие с данными других букмекеров. Нужно с чего-то начинать. Перспектива выполнения работы букмекера с неравными ресурсами покажется многим игрокам пугающей. Если же вы готовы уделить время обучению, делать ошибки и смириться с неудачами, ведь они неизбежны, то самостоятельная оценка рынков обязательно принесет результаты. Неудача – секрет успеха. Представление об успешном игроке в ставках на спорт изменилось в последние годы, хотя традиционные энтузиасты ставок, которые руководствуются собственными знаниями и опытом, по-прежнему существуют. Сейчас успеха добиваются в основном отдельные лица и группы, которые составляют собственные модели с большими наборами данных и сложными алгоритмами. Если вы, как и многие другие, хотите достичь профессиональных результатов, то вам следует понять, что придется с чего-то начинать. Не получится просто запустить Excel или Payton, загрузить огромную базу данных и экспериментировать, пока не получится что-то полезное. Начните с простого метода и небольших объемов данных, а затем постепенно усложняйте задачу. Чтобы объяснить, почему перед размещением ставок на футбольный матч так важно его оценить, воспользуемся простым примером. Стоит отметить, что у этого подхода есть ряд недостатков, и их мы рассмотрим позже. А сам по себе он поможет вам найти выгодные возможности в ставках на футбол. Я воспользовался поассоновской моделью, чтобы рассчитать коэффициенты на победу 1, на ничью и на победу 2 для серии матчей премьер-лиги. Для этого примера я выбрал первый раунд сезона 2019-2020 года. Используя данные инфогол об ожидаемом количестве голов за предыдущий сезон премьер-лиги 2018-2019 года, нам удалось рассчитать силу атаки и защиты каждой команды на своем поле и на выезде. Благодаря этому мы получаем относительный показатель способности команд с точки зрения забитых и пропущенных голов, основанный на соотношении средних показателей команд и лиги. Используя ожидаемое, а не фактическое количество голов, мы можем получить более точное представление о результативности команд и в некоторой степени исключить факторы случайности и удачи, которые неизбежны в сезоне из 38 игр. Теперь нам нужно разделить эти данные по конкретным матчам, которые требуется оценить. Здесь мы можем использовать показатели силы атаки для команды хозяев на своем поле и силы защиты для команды гостей на выезде, чтобы рассчитать ожидаемое количество голов от команды хозяев. И наоборот рассчитать ожидаемое количество голов от команды гостей, используя показатели силы защиты на своем поле и силы атаки на выезде. Вот как будет выглядеть этот процесс для матча первой игровой недели сезона премьер-лиги 18-19 года между командами Лестер-Сити и Вулхэмптон. Чтобы определить количество голов команды Лестер-Сити, нам необходимо Сила атаки команды Лестер-Сити на своем поле умножить на силу защиты команды Вулхэмптон на выезде, умножить на среднее ожидаемое количество голов за игру на своем поле для лиги. Количество голов команды Вулхэмптон. Сила атаки команды Вулхэмптон на выезде умножить на силу защиты команды Лестер-Сити на своем поле, умножить на среднее ожидаемое количество голов за игру на выезде для лиги. В итоге мы получим ожидаемое количество голов от каждой команды в матче, друг против друга. 1,2 для Лестер Сити и 1,01 для Вилвер Хэмптон. Однако игра не может завершиться счетом 1-2 или 1-0-1, поэтому необходимо рассчитать распределение вероятности для диапазона исходов. Мы можем воспользоваться функцией Пуассон в Excel, чтобы рассчитать распределение вероятности для различных количеств голов от каждой команды в матче. Для простоты я использовал диапазон от 0 до 5. Чтобы рассчитать вероятности победы на своем поле и ничьи победы на выезде, необходимо определить вероятность каждого из потенциальных исходов. Вероятность того, что Лестер Сити забьет 0 голов, умножена на вероятность того, что Вилвер Хэмптон забьет 0 голов, равняется 0,1 или 10,92%. Затем мы повторим этот процент для всех возможных вариантов исхода, где обе команды могут забить от 0 до 5 голов. Итого 3-6 вариантов, 6 ничьих, 15 побед, хозяев и 15 побед гостей. Схема исходов этого матча будет выглядеть так. В итоге мы получим приведенные ниже вероятности для каждого исхода. Затем мы можем преобразовать эти проценты и коэффициенты для перевода коэффициентов букмекеров, чтобы сравнить их и определить выгодные ставки. Ниже представлено сравнение коэффициентов пинакла при открытии для матчей премьер-лиги на первой игровой неделе сезона 2019-2020 годов с коэффициентами, полученным при помощи нашей классоновской модели ожидаемого количества голов. Как можете заметить, в матче Лестер-Сити в Уолверхэмптон коэффициенты по линии пинакл на победу Лестер-Сити 2.21, на ничью 3.34 и на Уолверхэмптон 3.66. И рядом наши коэффициенты, которые мы сами определили. 2.48 на победу Лестер-Сити, на ничью 3.46 и 3.25 на победу Уолверхэмптон. Как видите, коэффициент на победу Уолверхэмптон для нас является выгодным, так как математическое ожидание будет положительным. Выявление своих слабостей и обеспечение максимального преимущества. Если бы мы экспериментировали с реальным примером, нам пришлось бы уделить некоторое время для оценки точности этих данных по сравнению с коэффициентами букмекера. Найти несоответствие легко, но если расчеты букмекера более точны, то вам не удастся выиграть в долгосрочной перспективе. Появляется соблазн поставить на те исходы, которые кажутся самыми выгодными. Но даже размещение небольших ставок может оказаться дорогостоящей затеей. Нам потребуется много ставок, чтобы начать делать осмысленное наблюдение. Следовательно, тестирование на основе накопленных данных является самым эффективным способом определения эффективности метода. Сравнение коэффициентов на основе этой модели для прошедших мероприятий с коэффициентами линии закрытия пинакл поможет нам определить, насколько хороша эта стратегия оценки. Однако, недостаточно просто сказать, что она работает или не работает. Самое важное – понять, почему это так. Существует множество причин, по которым приведенная выше Пуассоновская модель ожидаемого количества голов может быть неэффективна для оценки футбольного матча. Если использовать данные из прошлого сезона, а не текущего показателя, то наши данные быстро устареют. Если не учесть трансферы и смену менеджеров, показатели силы команд и ее шансы на победу в том матче могут быть неточными. Это лишь несколько примеров факторов, которые следует учитывать. Допустим, мы обнаружили выгодную возможность с помощью этих моделей. Важно понять, почему она появилась. Букмекер или другие игроки что-то упустили? Зависит ли выгода от времени размещения ставки? Можно ли улучшить количество данных, чтобы повысить свои шансы на выигрыш? Когда у нас будет настоящее преимущество? И мы поймем, как оно появилось. Райне важно управлять банкроллом для получения максимальной выгоды. Что делать, когда вы начнете выигрывать? Некоторых может удивить, что на выборе успешной стратегии ставок наша работа не заканчивается. На самом деле, на этой стадии для многих трудности только начинаются. К сожалению, некоторые букмекеры накладывают запрет или ограничения на тех, чьи прогнозы более точны, чем предполагаемые коэффициенты. По этой причине еще важнее обеспечить максимальное преимущество, пока есть такая возможность, и постоянно совершенствовать свою модель, испытывая ее на букмекерах, которые не будут накладывать запреты и ограничения, сколько бы вы не выиграли. На этом, друзья, я заканчиваю свою. Если у вас остались какие-то вопросы, задайте их мне в комментариях, я обязательно на них отвечу. Ну а с вами был Арбитражник. Берегите себя и свои деньги.